Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 апреля и я сегодня решила очень так развернутый дать ответ на вопрос, который звучит уже в течение двух месяцев. Многие пишут, ну разная вариация там, что у них скручиваются листья на томатах. Некоторые пишут, подскажите причину, у меня закручиваются листья на томатах. Некоторые пишут, скручиваются листья, это болезнь или что. Я никогда на эти вопросы не отвечаю, потому что, вы сейчас поймете почему, потому что ответ однозначный давать невозможно на этот вопрос. Я сейчас сразу всем отвечу, кого интересует скручивание листьев томатов, но и даже после моего ответа вряд ли вы точно определите, найдете причину скручивания томатов, потому что так много причин, что иногда мы до конца не можем понять их, пока не высадим в открытый грунт, ну на постоянное место. Обычно после этого все это скручивание прекращается. Если рассматривать самые-самые распространенные, то скрутиться лист у томатов может и от болезни. Может так томат прореагировать на удаление листьев. Вот когда более взрослые, например, сейчас мы высаживаем, если много листьев одновременно удалить, у него водный баланс нарушается, ну как он употребляет, своей корневой системой определенное количество влаги, жидкости распределяется все равномерно по листьям. Убрали 2-3 листа, листьев меньше, а количество влаги корневая система дает то же самое. И он может вот так отреагировать, раз, и закрутить лист, значит что-то у него не так. Потом с водой связана еще одна причина, нарушение полива, нарушение режима полива. То есть бывает, что или перелив, или наоборот почва пересыхает, не хватает недостаток влаги, может вот так отреагировать наше растение. Я же уже говорила, что лист это индикатор здоровья, состояния растения. И как только что-то не нравится, оно сразу раз, и лист меняет или форму, или цвет. Еще один вот такой важный фактор, который иногда мы даже не можем определить, это или нехватка каких-то питательных веществ, или наоборот переизбыток этих питательных веществ, то есть частое внесение удобрения, то есть перекорм. А нехватка питательных веществ, таких вот, как цинк, бор, железо, медь, сера, иногда невозможно понять, чего ему не хватает. Вот если не хватает какого-то цинка или какой-то серы, вы никак не определите. Это очень сложно, особенно начинающим, даже опытные не всегда могут. Ой, ветер хлопастает. Значит вот мы поняли, что или перекорм, или недостаток питательных веществ тоже может так же отреагировать. И еще очень часто крутят листья томаты от жары, от сухого, жаркого воздуха. Это может быть и дома в домашних условиях, это может быть и у нас вот в теплице сейчас. Но чаще всего, еще чаще всего, бывает особенность сорта. Я вот вам сейчас покажу. Вот демидов у меня, он с самого рождения. Как только рождается, у него листья сразу раз и закручиваются. То есть в одной и той же ситуации мы видим, вот листья распрямленные, прямые, обыкновенные у томатов. А вот те, которые, ну видно явно, что они скручены. И я сейчас вот специально вам выставила на стул два сеянца. Это Настенька и демидов. Они выращивались совершенно в одинаковых условиях. Один день посева, одинаково все. У Насте лист всегда, почти всегда вот так, более прямой. А у демидова, видите как, вот у него вот скрутка очень такая большая. И он и в открытом грунте. Его высаживаешь в открытый грунт, ничего не изменяется. Такие же листья скрученные. Те, которые страдали от сухого воздуха, например, от какого-то, от недостаточной влажности, обычно в открытый грунт высаживаешь, они распрямляют листья. А если это специфика сорта, вот такая характеристика некоторых сортов, он так и остается. Я вот по своему опыту знаю, что некоторые сорта есть, почему-то всегда у него листья скручиваются. Вот у меня королевский, он недавно у меня появился, всего 2-3 года выращиваю. У него всегда лист вот такой вот скрученный. И он потом в теплице стоит скрученный. А вот рядом листья, видите, простые расправленные листья. То есть в одном и том же грунте, в одних и тех же условиях. Может лист, вот видите, королевский, вообще кучерявый, он кажется прям весь-весь закрученный. А другие томаты тут же растущие. Вот она та же Настенька. Листья прямые и расправленные. Вот, например, Вова Путин. Прекрасный лист у него такой хороший. И вот выслушав вот сейчас весь мой этот монолог, вы уже понимаете, что если у вас крутит лист, и если вы просто напишите вопрос, вот у меня листья закручиваются, скажите почему, никто вам не ответит. Очень часто, когда не хватает, например, я читала, что не хватает цинка, если в почве, ну, в грунте, в котором они выращиваются, то листья скручиваются, ну, вовнутрь. И при недостатке цинка могут скручиваться не только листья, но и стволы верхние. Но вот у меня такого не было, чтобы поголовно все томаты закрутили листья, закрутили стволы. У меня вот Демидов крутит, я точно знаю, что это характеристика сорта. И Королевский крутит, я точно знаю, что это просто вот эта капризность этого сорта. Остальные листья не крутятся. Поэтому, если у вас вот это какой-то единичный, какой-то отдельный сорт, например, из всего посева, два или три сорта закручивают лист, скорее всего, это характеристика сорта. Если пойдет кручение поголовное, то есть у всех, значит, или недостаток какого-то элемента, или, ну, неправильный режим содержания. Может быть, еще и от недостатка освещения. И вот полив, что я уже упоминала, переувлажненность или сухая почва. Лист реагирует на многие вот такие факторы. Когда ему что-то не нравится, он меняет свою форму. Но разбираться вы, конечно, будете сами в своем каждом конкретном случае. Я вот так сделала общий обзор. Я чаще всего не придаю значения, что у меня вот некоторые листья закручиваются. Я смотрю на состояние листьев только после того, как высадила на постоянное место, вот в грунт, например, или в теплицу. Если после этого, после того, как и питание у него здесь нормально, и освещенность хорошая, если даже после этого будут какие-то неполадки с листьями, тогда я уже буду принимать какие-то меры. А меры какие принимать? Конечно, я тоже не могу определить, какого вот ему не хватает компонента, элемента. Я беру просто вот этот коктейль, возможно, покажу вам сегодня. Развожу там, где и цинка, и бор, и железо, и все. И делаю опрыскивание профилактическое. Обычно после этого листья выправляются. Но делаю это очень редко, потому что, еще раз повторю, некоторые сорта, они такие и есть, с крученными листьями. Так что не волнуйтесь. Чаще всего... А, еще может быть причина болезней? Но это уже очень редко. Чаще всего вот эти вот мелочи, или не хватает чего-то, или там солнышко не так, или полили не так. Обычно они выправляются. Все, до свидания. Когда я говорила о том, что во время скручивания листьев или изменения цвета, формы, некоторые не могут даже определить, что требуется растению, то многие в этом случае... Да, действительно, определить сложно. Многие в этом случае просто используют вот такое опрыскивание комплексом микроэлементов. Здесь все. И тут в инструкции подробно рассказано, что железо для чего нужно, что участвует в синтезе, хролофилла, вот когда идет хлороз, обязательно нужно оно. Для чего нужен бор, отвечает за формирование цветков. И если вы сделаете вот такое опрыскивание, то, возможно, уже не нужно будет обрабатывать борной кислотой. Тут написано, что марганец активирует более 35 ферментов, которые участвуют в фотосинтезе. Малибден нужен, что молилибден играет большую роль в обмене веществ. Кобальт, магний, все, что здесь входит в состав, оно вот в минимальных микроскопических дозах, но нужно. И тут написано, написано, как использовать его, что 1 столовая ложка всего лишь на 10 литров воды, и можно обработать, тут, по-моему, 100 метров. Но я не буду вам подробно, если вы купите, вы сами прочитаете. Очень-очень маленькие микроскопические дозы, но именно столько нужно растению, и вот без этих, без крошечного внесения, вот таких, конечно, у нас в грунте не у всех есть, не могут растения из грунта это взять, если там этого нет. Вот у меня тоже бедный грунт, конечно, я добавляю свежей земли, добавляю перегной, но я не уверена, что там есть вот эти микроэлементы, такие как бор, термолибден, кобальт, магний, я даже не знаю, есть они там или нет. Проще сделать, конечно, одно опрыскивание там за сезон, ну или два раза, и мы этим, возможно, исправятся и форма листьев, и цвет приобретет. Тот, кто будет использовать, вы просто подробно прочитаете, и все, я не буду сейчас удлинять видеоролик, рассказывать, но вот это может быть выход из положения, когда у вас лист или закручивается, или меняет цвет, форму и вообще, какие-то, если у вас есть отклонения от нормы, возможно, не хватает какого-то просто микроэлемента.